Друзья, всем привет! Это новый выпуск Дневника Фаната. Собственно, мы продолжаем серию своих выпусков с Красно-Белых Эмират. Сегодня мы поговорим с Наилем Умяровым, узнаем, как у него дела, как прошла его реабилитация после той травмы. Одно интервью мы уже с ним снимали, вы можете посмотреть по подсказке абсолютно о его жизни, о его семье, о его интересах, о его увлечениях. Сегодня мы поговорим исключительно про сборы, про то, как живет команда, как общество сегодня их протекает, как у них по эмоциям прошла дальней встреча с болельщиками и непосредственно просто по душам поболтаем с нашим футболистом. Это то самое, что нам не хватает, как я уже говорил. Поэтому давайте авансом напишем комментарий, поставим лайк этому выпуску, подпишемся на канал и просто кайф о нем. Начинаем! Наил, привет! Привет, Серега! Как дела? Все хорошо, все хорошо, спасибо тебе. Слушай, ты тоже ничего, пойдет, вот доехали до вас, посмотреть, где живут кумиры. Слушай, ну, для зрителей я уже сказал, что у нас с тобой было интервью, так получилось, что оно у нас с тобой произошло перед твоей травмой. Смотрю, ты. Бывал лучше. Вы так уже следующее, часть сезона собирается? Не знаю. Слава Богу, ты восстановился. Расскажи, как проходила адаптация, реабилитация и... Какие у тебя были мысли, когда случилась травма? Ну, я так разделю на несколько этапов свою травму. Потому что, когда произошла сама травма, по прогнозам, было восстановление полтора, там, два месяца максимум. И, то есть, на сборы я уже должен был полностью готовым полететь и тренироваться с командой. Но чуть-чуть произошло так, что не совсем, наверное, мы восстановились правильно. И предыдущая травма дала себе знать, и в моменте, в одном прям легком таком моменте, я почувствовал снова такой треск. И получилось так, что уже в безвыходной ситуации нужна была, требовалась операция. Ты понимаешь, что все уже, нужно ждать просто операцию. Вот это самый тяжелый, наверное, период. Но мысли посещали тебя, что уже, знаешь, как многие спортсмены переживают, что не заиграю там на прежнем уровне, или там, может быть... Нет, мысли самые неприятные были в том, что непонятно было по времени, сколько. Это вот единственное было, что не было определенного точного, там, срока восстановления. Только уже когда прилетел Катар на обследование, и уже только тогда доктор полностью все расписал, полностью все рассказал, как все будет происходить. И сколько времени потребуется на реабилитацию. Как ты себя сейчас чувствуешь? Отлично. Сейчас, ну вот, зимние сборы, это, наверное, первый момент, где нога прям замечательна. Потому что все равно, в любом случае, я сделал операцию, там, в марте прошлого года, и с лета по... Ну, вся первая часть сезона, в любом случае, немножко все равно чувствовалось. После нагрузок, после игр. Ну, не сильно, но ощущалось. Но сейчас вот... Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Как раз дерево. Удачно сидим. Все, все хорошо. Оператор сейчас подсказал, что у меня нимб, да, там головой. И, в принципе, дубайское солнце меня обжигает. Наиль, сейчас на сборах немного обновился состав, да, там кто-то ушел, там ребята подъехали. Как атмосфера в команде? Мы так смотрим со стороны, да, сейчас активно ваша медиа-служба работает, выкладывают видосы. Волейбольщик вы играете тут. В общем, с виду все просто прекрасно. Так ли это? Или это, знаешь, как типа чудеса передачи медийной части? Не, ну сборы в любом случае, это прежде всего, это набор формы. Безусловно, что там с первой же тренировки на этом сборе мы прочувствовали всю нагрузку, которая будет на протяжении там до первой официальной игры. Тяжело, сборы всегда тяжело. Но как раз вот такие моменты, когда там поиграть в волейбол, собраться в команды, это все на самом деле и сплочает, и немножко расслабляет после таких нагрузок серьезных. Нагрузки серьезных, да, дает? Да, конечно, конечно. Сборы в любом случае, какие бы они ни были, это тяжелые сборы. Скажи, с кем ты в номере живешь? Я один живу. Ты один живешь? Да. А ребята в целом живут одни или кто-то живет? Да, в основном одни, ну, кто-то там, кому тяжело жить одному, то те живут по двое. Слушай, сборы вообще такая вещь интересная, потому что на большое количество времени вы уезжаете от семей, вот. Как у тебя приезжают, может быть, не знаю, там, жена приезжает или... Да, да, да. Как это все такое? Был момент, когда супруга приезжала сюда, да. В любом случае, это самый тяжелый момент, но мы всегда стараемся, чтобы она тут была по максимуму, сколько можно, сколько позволяет и тренировки, и плюс клуб, тренерский штаб, да. Да, но на какой-то период, не на весь период, в любом случае, да. На какой-то период. Морально это как-то влияет на подготовку или все-таки тут уже говорим о том, что вы профессионалы? Нет, ну, в любом случае, да, мы уже привыкли ко всему, и сборы – это такой период, когда ты должен понимать, что это тренировки, 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 и самое главное – это подготовка. Друзья, также мы хотим сказать спасибо нашим партнерам, нашим близким, нашим друзьям, компании Винлайн, которая поддерживает дневник фата уже много-много времени и помогает реализовывать какие-то наши моменты, идеи, хотелки и прочее, прочее, прочее. Поэтому переходим в закрепленный комментарий, попадаем в наш телеграм-канал, там есть закрепленный пост, и вы знаете, что всегда какие-то интересные истории у ребят из Винлайна происходят. Соответственно, одна из них уже прямо сейчас можно использовать. Забираем свой бонус по ссылке, которая находится у нас в телеграме. Смотрим выпуск дальше. Наиль, сегодня у нас была встреча с вами, да, как было в том году, там, мы приезжали в Абудаби, в этом году, собственно, такая же история, мы договорились с руководством, да, с клубом. Цель встречи тоже тебе, как бы, это объяснил, и нашим зрителям. Ролик вы уже могли видеть на канале, обязательно перейдите по подсказке, посмотрите, кто еще не посмотрел. История в следующем, да, мы не можем ходить на футбол, потому что есть тот самый закон о фанайди, и с этим мы ничего сделать не можем, да, к сожалению. И получается, что такие встречи, как сегодняшние встречи, такие матчи, как вот в этом турнире, для нас они очень важны. И в том числе, что через это общение, да, то есть для новичков, там, для старичков, мы еще раз вам доносим свою позицию. Мы не отказываемся от вас, естественно, да, мы не отказываемся от вашей поддержки, но пока что имеем то, что имеем, вот. И сегодняшняя встреча, она как раз была в рамках того, чтобы вас немного подбодрить, смотивировать и сказать о том, что впереди важнейшая игра. С тем же «Зенитом», да, очень важнейшая игра. И много о «Спартаке» всегда говорят, понимаешь, что бы ни произошло, да, кто бы что ни сделал, это все сразу раздувает. И заметь, что там СМИ очень мало сейчас пишут, там, о «Зените», о «ЦСКА», «Локомотиве». Там непонятно вообще, на сборах они, знаешь, или на сборах никому это неинтересно. Интересно, что у «Спартака» здесь. Приехали фанаты, там, не знаю, «Бугальде» ковырялся на судеб, и все, это будем раскручивать. О других моментах вообще мало чего. Скажи, пожалуйста, когда была первая игра с Ростовом, здесь у вас было поменьше народу, вторая игра, когда выиграли 5-0, понятно, что сейчас многие могут сказать и подумать, «Дин, куча, что ты спрашиваешь?» Типа, какие-то банальные вещи, на которые тебе футболист ответит именно так, ну, типа, чтобы сказать грамотные слова, типа, для аудитории. Скажи мне, как есть, когда на втором матче мы приехали на футбол, это сильно морально повлияло на вас? Я вот могу от себя сказать, что я уже немножко отвык от реальных футб. Да, я к этому и вел. Фанатских кричалок, фанатских поддержек, этой атмосферы, ну, реально, очень тяжело. Поначалу как-то это не бросало сильно в глаза. В любом случае, когда ты там играешь постоянно, но со временем ты понимаешь, что, ну, без этого футбол это уже, ну, не совсем то, что мы хотим, прежде всего, видеть и слышать, как мы представляем себе футбол. И такие мелкие, но достаточно яркие моменты. Тот же матч летом товарищеский против... Невчи. Невчи, да, против Невчи. Тут два матча уже, которые прошли. В любом случае, на первом тоже была поддержка и достаточно такая серьезная. Ну, это кайф. По факту, я тебе могу сказать, это очень приятно и очень так завораживающе внутри, когда ты играешь и ты слышишь поддержку. Все, такие встречи, которые были сегодня. Я сразу сказал на этой встрече, что, парни, я понимаю, вы все уставшие после тренировки, тем более сегодня еще жарко было. Насколько эти встречи нужны и важны для... Это твое мнение, пусть будет... Не обязательно мы говорим про нас, да, спартаковцев, ну, именно для фанатов, которые сейчас, так скажем, не пущают футбол, там, и в других командах. Насколько важно и нужно делать такие встречи, ну, не раз в год, как у нас это происходит, а, может быть, почаще. Что ты думаешь? Ну, безусловно, с моей точки зрения, они нужны, ну, достаточно часто. Не знаю, насколько часто, но часто. И в любом случае, я уверен, что вам самим хочется и встречаться с командой. По-любому, там, смотря игры с телевизора, это совсем другое. Я могу понять это. И хочется вот это единение в любом случае, чтобы болельщики, команда, команда-болельщики, чтобы оно всегда было. Оно всегда было на максимальной такой стадии, когда все друг друга понимают, радостные были. Все довольные, все... Ну, фанаты, на самом деле, я могу сказать, каждого заряжают. И после встречи с фанатами, после, там, каких-то слов, в любом случае хочется, не знаю, выйти на поле. Выйти на тренировку. Плохо, чтобы после тренировки пришли, но... Ну, как получилось? Надо было перетренировкой? Надо было перетренировкой, чтобы интенсивнее еще работа прошла. Но, нет, это правильно. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это нужно делать чаще. Завтра финальная игра на этом фирмлайн-зимнем кубке РПЛ. Я так понимаю, чтобы, как бы, взять, да, этот небольшой трофей, нужно побеждать минимум в три мяча. Вот. В общем, опять-таки, возвращаясь к сегодняшней встрече, там, как про этот турнир, главное, чтобы он прошел продуктивно для вас точки зрения тренировочного процесса. Завтра матч, мы вам желаем удачи. Мы будем на трибуне обязательно. И парни уже, наверное, увидят в этом фотографии после матча. Подходите к сектору, обязательно сделаем общую фотографию, значит, на память об этом турнире. И, значит, тем самым, как бы, закрепим сегодняшнюю встречу, там, и какое-то завтрашнее, там, общее деление, мне кажется. Обязательно подойдем. Классная тема, будем ждать. Ну, что касается, там, не знаю, турнир, в любом случае, это для футболиста, это соревнование. И кто бы что ни говорил, да, понятное дело, что первостепенно стоит задача подготовиться, но победа... У вас азарт есть, да, такой, забрать, да, этот турнир? Ну, я думаю, что странного было, если бы это не было. Ну, знаешь, как бы, мне просто интересно, я не знаю. Понятное дело, что, я говорю еще раз, первостепенно это, там, набрать форму, но побеждать каждый человек хочет, каждый спортсмен, тем более, хочет даже на тренировку. Друзья, мы хотим сказать спасибо нашим друзьям из компании Киберпротект. Киберпротект – это компания, которая занимается защитой информации, и мы уже не раз об этом говорили, мы говорим спасибо, что данный контент выходит благодаря в том числе и нашим друзьям. Ссылка на ребят находится в описании профиля, я знаю, что мои данные защищены, данные дневника фаната надолго же хранятся в облачном хранении от Киберпротекта, а вам, если интересно, переходим в описании к этому видео и смотрим, знакомимся, может быть, кому-то это будет полезно. Киберпротект – дневник фаната, жмем руки, смотрим выпуск дальше. Наиль, мы с тобой в тот раз, когда общались, мы с тобой много говорили о твоей жизни, о том, как ты начал играть в футбол, о твоем интересе в медиафутболе, музыкальные предпочтения, семейные. Это все можно посмотреть, просто дублировать мы это не будем. Ты сейчас за народной командой следишь? Да. Следишь? Я подписан в Телеграме. Слушай, ну у нас есть… Я сразу скажу, не прям вот каждый пост, что жду, что там мониторю, но периодически слежу, да. Что можешь, не знаю, заметить, и вообще, как тебе этот движуха, не упал ли интерес, по твоему мнению, вообще к медиафутболу, и сама народная команда, имеет ли она, как бы, жизнь в будущем, потому что, ну, как бы, реально медиафутбол сейчас очень меняется полностью, и сама наша концерция Миндваялога, она, не знаю, людям. Кажется, концерция «Спартака», но, если надоест, никогда не сможет. А что касается самого медиафутбола, то насчет интереса, я думаю, наоборот, растет. Если там четыре, одни из, там, ведущих команд приезжают в Лагу-Даби, там, спокойно играть такой мини-турнир, ну, я считаю, что это, наверное, хорошо. Это, значит, идет все правильным путем. В этом сезоне мы вылетели в 1.4 от броков, чуть-чуть там не хватило, там, буквально 5-8 минут. Соответственно, в том году, в том сезоне, в позапрошлом мы вылетели в 1.8, сейчас в 1.4, соответственно, наша цель. Правильно, путь идет. Да, 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 подрастающийся, верно. Скажи, пожалуйста, опять-таки, если будет у нас история, она, надеюсь, будет с матчем на открытии арены, будет время свободное, было бы тебе интересно присоединиться. Конечно, я бы с удовольствием пришел. Все, это мы фиксируем сразу. Обязательно тебя будет. Обязательно, да. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь, Баста сейчас убил Скоростов, по сути, прекратил его финансирование, заходит в медиафутбол. Профессиональная команда, которая очень важна болельщикам, важна история города и так далее. И просто переход из проффутбола в медиафутбол, насколько я знаю, без сохранения костяка команды, без болельщиков, потому что ребята написали заявление, что они отказываются поддерживать, такую непонятную вообще историю ни для кого, переезд команды в Москву. Правильно ли это? Вообще, что ты думаешь? И как ты думаешь, будет ли такая история дальше, что командам в низших лигах они неинтересны, зарплаты маленькие, и, в общем, делать нечего, соответственно, переход в медиафутбол, если развитие медиафутбола. Слушай, ну, с одной стороны, я как бы не знаю полной там всей ситуации, что там сподвигло к этому, но тут две стороны медали. С одной стороны, что медиафутбол набирает действительно обороты, которые, ну, все должны признать это. А с другой стороны, вторая, там, третья лига, которая, ну, должна, наверное, поддерживать это все. И с моей точки зрения, что, ну, это хорошо, что и медиафутбол помогает развиваться профессиональному футболу. Как это будет дальше, это должны уже руководители профессиональных лиг решать, чтобы такого, там, не повторялось, или чтобы это было как-то совместно, может быть, кто знает. Но я когда сам, на самом деле, я новость там в начале года, да, я увидел и немножко удивился. Слушай, ну, надеюсь, что никогда в жизни у вас московский Спартак не расформируется и не пойдет медиафутбол, может, в виде футболе мы постараемся терять там планку. Тебя ждем обязательно на матчах и при любой возможности мы также тебя ждем на канале народной команды. Будем с удовольствием. Будем общаться. Наик, спасибо тебе большое за интервью. Таким вот магическим образом у меня в руках оказалась футболка. Как обычно, мы приходим с подарком, это магазин Frater Shop и новая коллекция. Здесь изображены все, ну, практически все титульники на каждой там форме, которая была у Спартака. Поэтому тебе от нас подарок. Спасибо большое. Благодарю вам. В душе. Те, кто хочет приобрести, вы знаете, ссылка в описании находится в магазин Frater Shop. Тебе огромное спасибо за уделенное время, за интервью. Вам спасибо, что приехали. Обязательно. Завтра по шизим, все вместе, надеюсь, после игры. Хороший, плодотворный рабочего процесса, без травм, самое главное. Самое главное, без травм. Все, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, кого вы хотите еще видеть на подобных интервью. Мы обязательно будем пытать наших уважаемых партнеров, коллег с пресс-служб Московского Спартака. Да, Дмитрий? Да. Все, вот, пишите, и мы будем стараться выпускать почаще, а то как-то у нас с интервью пока не ложится. Это был Дневник Фаната. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok